Ну что, дорогие друзья, время очередного 7-минутного рецепта. Сегодня у нас будет грудка бройлера в трияке. Соус трияки, жареный в соусе трияки. С петрушкой, здесь листья петрушки, здесь стебли петрушки, здесь также стебли фенхеля, зеленый горошек и свежий чеснок, а также зеленый чили, такой перчик порубленный, без косточек. Три ингредиента для соуса трияки. Соевый соус, саке, вот такой вот, компания Симпл поставляет. И сахар тростниковый, который у меня в кусочках, поэтому я его в ступке с помощью пестика превратил в такую пыль. Итак, в соевый соус выливаем саке и добавляем сахар. Если бы у нас был мирин, сладкое японское вино, которое, более всего, обычно им пользуются для приготовления, оно бы подошло еще лучше. Но так как мирина у нас нет, то и саке будет очень неплохо. Что делать, спросите, если нет саке? Да, используйте, может быть, любое сладкое, даже можно крепленое вино, типа дешевого портвейна. Но у саке, у рисового вина, есть все-таки вот эта умамность, которая, впрочем, у портвейна или у хереса тоже есть. Поэтому используйте то, что есть. Теперь мы приготовленный нами соус терияки. Буквально на несколько секунд мы с его помощью замаринуем курицу. Долго делать не будем, у нас же с вами 7-минутный рецепт. Вот буквально поваляли в этом самом нашем соусе. И, кстати говоря, соус терияки продается готовым. Во многих супермаркетах он есть в... Например, фирма Кикаман делает не только соевый соус, но и всякие продукты на его основе, в том числе соус терияки. Выкладываем курицу на бумажные полотенца с тем, чтобы излишки соуса могли стечь. У нас, видите, тут, в общем, на одну порцию где-то 100, наверное, 50 грамм курицы. И параллельно мы с вами включаем газ. Пусть ВОК уже... Вы поняли, что это излюбленный мой... Моё средство приготовления. Вот курица готова к жарке. Использую я сегодня смесь кунжутного масла. Для ВОК она всегда подходит. И добавлю оливковое масло для жарки. Масло быстро очень разогреется. И в разогретое масло мы уже... Нашу грудку... Добавлю. Не забудьте включить выкидку. Сегодня я нарезал курицу такими небольшими кусочками. Вы видите размеры. И она, собственно говоря, обжарится очень быстро. Тем более, что даже такое молниеносное маринование в соусе дает, в общем, вполне себе мгновенный результат. Бросаем сюда же горошек. Молодой чеснок. Аромат сразу идет совершенно невообразимо. Ну и все вот эти наши стебли. Хочу отметить, что со всеми моими представлениями, даже с приготовлением соуса, пока у нас прошло всего лишь 5 минут. А еще раз напоминаю, это ВОК-танкостенная сковорода. Как я спрашиваю у меня в комментариях, подойдет ли индукционная плита или электрическая. Не уверен, потому что должен быть довольно сильный и довольно большой газ. Хотя попробуйте. Есть, в принципе, выпускаются ВОК-танкостенная сковорода, для электрических. Есть такие специальные конфорки с углублением, куда вставляется полуспирическая вот эта тонкостенная сковорода. А смысл приготовления в соусе терияки в том, что, собственно, соус мы используем тоже для приготовления, не только маринуем в нем. Потому что сахар, который в нем содержится, дает возможность карамелизовать наши продукты. И вот сейчас, когда уже, в принципе, у нас все готово, на остатки соуса выливаем. Немножко потушим. Как обычно, любому блюду с азиатской ДНК не помешает кунжут, в данном случае черный. Можете использовать белый, а можете не использовать никакой. И вы уже знаете мою страсть к японской специи, которая называется ситтимитаргаси. И я тоже немножко... Потому что все-таки терияки – это японский способ приготовления. И, видите, у нас в этом соусе фактически происходит блюдо тушиться. Нужно ли добавлять соль? Я считаю, что нужно. Вот на этой стадии. И на этой же стадии я добавляю петрушку. Вообще, петрушку я, естественно, как любой советский человек, недолюбливал. Потому что это всегда деревянная и неинтересная трава. Но, будучи в Лондоне в ресторане Сент-Джон, я попробовал тамошний салат из петрушки. Это просто листья петрушки, к которым добавлен мелко нарубленный укроп и немного оливкового масла и подали мне этот салат вместе с костями, мозговыми косточками и шампанским кругом. И вот это было совершенно невообразимое сочетание. Итак, у нас листья здесь, петрушки, стебли мы тоже использовали. Листья я использую, вот буквально я их не жарю, не тушу. Просто кладу их сверху с тем, чтобы они стали мягче. И, собственно говоря, наше блюдо готово. Я выключаю газ. Вот так получилась курица. Она такая сладко-соленая. С чем ее подавать? Можете сварить азиатский рис. Можете с рисом такое блюдо вообще будет идеально, гениально. Что касается, чем запивать? Будет отлично. Пиво, отлично саке, да и белое вино типа свиньона или может быть даже еще лучше гиворстроминер. Вот смотрите, что у нас получилось. По-моему, абсолютная прелесть. Для завершения картины еще немножко кунжута и сверху вот этот вот почти карамелизовавшийся соус. Все. Приятного аппетита. Семиминутная кухня. Продолжение следует... Продолжение следует...